Доверяй, но проверяй. С описанием договора убедитесь, что процентная ставка зафиксированная в документе та же, что указана в рекламных проспектах банка. Самое главное, надо выяснить, как и на какую именно сумму она начисляется. По закону, процентная ставка по кредиту начисляется на остаток по кредиту. Недопустимо, чтобы проценты начислялись на всю сумму кредита вне зависимости от того, погасили вы уже ее часть или нет. Уточните размер комиссионных сборов, так как чем выше комиссия, тем больше выплат. Обратите внимание, какие обязательные выплаты предусмотрены договором. Это могут быть страхования жизни, полисы и другие сборы. В договоре также обязательно должны быть указаны размер штрафных санкций, график платежей, валюта, в которой выдан кредит, срок действия договора и другие важные параметры кредита. Если вы убедились, что со стороны финансово-кредитного учреждения все открыто и понятно, то и вам не стоит обманывать ни себя, ни банк. Многие заемщики, чтобы получить крупную сумму кредита, допускают большую ошибку, завышают размер своих доходов. В дальнейшем, вы как бы обманывая себя, это все влияет на погашаемость кредита. То есть в дальнейшем у вас будут в любом случае проблемы, вы будете испытывать трудности при погашении. И поэтому, когда вы разговариваете с банком, с кредитными специалистами, лучше говорить реальные ваши доходы, не утаивая, не скрывая и не преувеличивая их. Как правило, кредитные учреждения всегда идут навстречу клиентам, у которых возникли реальные финансовые проблемы. Поэтому, если у вас произошли изменения в доходах, вы потеряли работу, вам сократили заработную плату, либо в собственном деле дела идут плохо, не скрывайте этого от банка. Пениш, штрафы за несвоевременные выплаты все равно будут расти, поэтому лучше сразу сообщите кредитному специалисту, и вы вместе найдете приемлемое решение. Такая ошибка, как нецелевое использование кредита. Если вы возьмете, например, кредит на развитие бизнеса, при этом потратите на потребительские цели, то, во-первых, это будет для вас трудности потом с погашением, так как вы уже не вложили в развитие бизнеса, не будет какой-либо доходности. А во-вторых, банк, узнав об этом, о том, что вы использовали не по цели, может попросить досрочно погасить кредит. Низкая стоимость кредита в долларах США по сравнению с займами в сумах толкает многих клиентов банков при заключении договора выбрать кредит в американской валюте. Но надо помнить, что дать точный прогноз о колебании курсов мировых валют не может никто, и поэтому заемщики, которые выберут кредит в той валюте, в которой получают доход, обезопасят себя от негативных последствий нестабильности финансового рынка. Редактор субтитров А.Семкин